Сейчас я вам расскажу, как правильно тянуться на поперечный шмолёт. Для этого мы разогреваемся очень интенсивно. Делаем всё то, что я вам показываю в предыдущей версии нашей растяжки. И делаем следующее время. Для этого садимся на боку. Ноги ставим максимально широко. И с прямой спиной по чуть-чуть растачиваемся вперёд. Попу мы из себя как будто бы вытаскиваем, чтобы у вас не было суповой спиной. Вытягиваем спину наверх. Макуша тянется вперёд. И чуть-чуть уходим вперёд. Живот у нас втянут в себя. Носки вяриваем и мы устали наверх. После того, как мы сделали вот этот пример, мы с прямым корпусом тянемся вправо наверх. Через центр мы входим и тянемся левый нож. Вы почувствуете у вас растяжение в внутренней части бедра, а также, возможно, под коленем. Делаем это то же самое и более плавно. С каждым разом вы будете наклоняться всё ниже. Дальше, что мы с вами ещё делаем? Для того, чтобы стянуться на поперечный шмоток. Одну ногу мы оставляем в прибойку, вторую срубаем в колени. Вес телом пораспределяем так, чтобы у нас нагрузка наглядной шла примерно одна. И срубаем и находимся в таком положении. Если есть возможность опуститься на локоть, опускаемся на локоть. Если нет, держите стену на своих руках. У вас должна также тянуться внутренняя часть бедра. При этом, что мы делаем? Мы вводим таз на нож вперёд, возвращаем назад. Вводим вперёд и возвращаем назад. Следующее. Вставим ногу на пятки. Насовываем вот вперёд. Положение корпуса у нас практически остается то же самое. Но тазом мы стремимся направить себя вниз. Есть у вас разница, да, когда вы тянетесь внутреннюю часть бедра. И есть разница, когда вы тянетесь полностью себя вниз. Точно так же мы тянемся чуть вперёд и чуть назад. Вперёд и назад. То же самое мы делаем на ногу и ногу. Далее. Сгибаем две ноги в поляне и делаем так называемую лягушку. Конечно, правильнее всего делать лягушку, когда у вас пятки и носки соединены между собой. И при этом мы, если есть возможность, с пятки опускаемся на локти и стремимся развести поляне максимально широко, чтобы тазом плечик на ногу. Лягушку и животом. И точно так же мы вводим весь тело вперёд и назад. Вперёд и назад. Некоторые периоды времени мы сидим в таком положении, чтобы вы размышлены время и приходили к всему. Дальше, что мы с вами делаем? Разводим ноги в стороны. Без разницы, как вам удобно в положении ноги. Есть ли? Есть ли? Есть ли? Возьмите. Чуть-чуть. Не спеша. Растягивайте. Расслабляйте. Дышите ногу. Без лишних лягушков. Дальше. Пронимаемся на руки. Носки. Направляем вверх. И срезаемся. Расслабляйте мышцы. Обязательно. Если вы их напрягаете, вы сами делаете себе больно. Дальше. Упражнение на спирт. Ложимся в маску. Ноги у вас расположены под углом. Носки натянуты. Но чуть-чуть. По чуть-чуть. При этом стремитесь, чтобы пятка степень была у вас наверх, носок вниз. На пятку, носок вниз. Чуть-чуть растягивайте мышцы. Можете делать небольшую пужину. Небольшую. Даже, чтобы у вас не было проверования ваших мышц. В таком положении вы находитесь до тех, кто пока не почувствуете легкое, не менее ваших мышц. Дальше. Вы можете чередовать носки на себя. От себя. На себя. От себя. При этом. По всему этому добавляем еще чуть согнутые колени. Так же разводим их в сторону. Упрямляем. Чуть сгибаем. Упрямляем. Для тренировки внутренних туч, чтобы они у вас были более крепкие мышцы, делать пружинку. Это сведение, разводение ног. Упрямляем. Поднимаем. Точнее, даже соединяем ноги на облуды. Дальше. Делаем это упражнение. И точно так же опять оставляйте ножки. Дальше. Следующее, что мы делаем, это мы берем пяточки. Носками стремимся вниз. В пятках тянем ноги к полу. Если вдруг у вас не получается оплотиться за пятки, берете себя за доброванные места. Точно так вот тренируйте носки от себя. Здесь, обратите внимание, уменяйте немножко угол. Так, удерживаем ноги. Удаленый воздух или под углом 90 градусов. Здесь у вас угол немножко уменяется. Тяните. После того, как вы сделали все эти упражнения, вы можете вернуться в положение, когда мы садимся на поперечный шпадал. И здесь уже спокойно, без всяких рывков, сидеть и отдыхать. Нужно также выдержать ногу. Если у вас есть кому помочь, было бы не плохо, чтобы вас потянули, вы бы говоря обновили, как это делается. Вы задаетесь ногу, ноги у вас полные доски на себя. С прямой спиной вы тянетесь к ногам. Тот человек, носки у нас на себя, ноги прямые в коленях. Партизай, вы должны чувствовать, да? Чтобы у вас под колени застал очень хорошо тянулся. С прямой спиной смотрим и только вперед. Наклоняемся, животом тянемся в бедра. По чуть-чуть. Если есть возможность, можно чуть-чуть поднадолись. Дыши, 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 дыши. Ручки вперед. Мы тянем с ровной спиной. Ножки вылезти, носочки на себя. Чередуем носки от себя. Дальше, что мы с вами делаем? Вы ставим ноги под упор чуть шире. Так, нет, не на столько. Господи! И точно так же, живот у нас втянут, спина прямая. Мы тянемся животом в пол. Ручки прямые, смотрим вперед. Поехали. Могу здесь кругленье. Чуть-чуть тянем. Если у человека хорошая растяжка, может, я рекомендую давить на вот эту часть спины, чтобы он прогибался больше в облако. Дальше, ноги ставим максимальный шапок. Тянемся точно так же, да? И максимально стараемся задержаться в таком положении. Дышим, ровно. Не дернуйся. Расслабляй мышцы. Так, что еще можно сделать? Есть хорошее упражнение, которое вам поможет координировать баланс. Который. Координировать баланс. Который. 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 Положение, когда вы через сторону плечом стремитесь к колену. Как это выглядит? Ручку кладете напротивоположенную коленку. Через сторону плечом стремитесь к колену. Разворачиваете грудь вверх. Который. У вас тянут боковые мышцы. Плюс к этому всему разрабатывается именно вот это вот кучей. Точно так же делать пятую ножку. Грудь обязательно разворачивается. Дальше. Что мы еще делаем? Одну ножку надеваем коленочкой. Берем противоположную рукой за пяточку. Ставим ножку под коленку. В таком положении вы находитесь сколько можете, но особо не усердствуйте, если нет возможности верните мышцы. Что еще вам какое-то позднее можно делать? Когда вы берете руки руками за пятки. Находите свой баланс на тазовых костях. Вот вы должны были находиться в таком положении. Держите баланс и расходите ноги в сторону. При этом спина у вас должна быть прямая. Если вы вдруг согнетесь, вас покатит назад. Либо если вы сильно выднетесь, вы упадете вперед. Вы должны найти оптимальный баланс для себя. Это же можно у Стины сделать. Это же можно у Стины сделать. Нет, только здесь разговор, что у Стины это легче. Ага, понял. Ага, понял. Сейчас, подожди. Вот. Буквально через два-три. Часа. Вы сможете сесть на шпага. Ну, в принципе все, что я вам могу сказать. С вами был Морган.